Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и смотрите, куда я сегодня пришёл. Это вот такая вот средневековая деревня, очень красивая, и на самом деле пришёл я сюда не просто так, потому что на днях здесь должен проходить рыцарский турнир, в котором я хочу поучаствовать. Вот, давайте спросим прохожего местного. Здравствуй, путник, ты издалека? Завтра большой день, турнир рыцарей. Король объявил, что победитель получит всё, что захочет. Ничего себе, я бы попросил у него очень много золота, если бы победил. Да, надо будет постараться выиграть. Интересно, что там за испытания будут. Ну, я, в принципе, готов, паркурить умею, драться тоже. Давайте порасспрашиваем местных жителей. Интересно, кто же завтра победит? Это буду я, Нубик в Майнкрафте, да. Значит, у меня сегодня есть свободный день, могу посмотреть, что это за деревня, что здесь есть. О, здравствуй, ты на турнир? Да, я на турнир пришёл, он, походу, тоже, смотрите, выглядит как рыцарь, на самом деле. Наверное, будет очень сложно против него сражаться, ну ладно. Давайте посмотрим, что здесь, что интересного есть в этой деревне. Какая-то тропинка, смотрите, она ведёт в какой-то замок. Ничего себе, какой большой замок, вы это видите? Ха, вау, очень большой, такой красивый. Интересно, что это такое? Давайте подойдём, посмотрим. Какой-то сундук здесь есть. И записка Genshin Impact называется. А чё в этой записке? Ой-ой-ой, так, куда это я попал? А, узнаю эти места. Это же потрясающий открытый мир Genshin Impact. Культовая ролевая игра в жанре экшн, которая безумно популярна во всех странах. Интересные приключения начинаются на континенте Тайват, где можно побывать в различных регионах. С самобытной архитектурой и уникальной культурой в каждом из них. Ну а поскольку это открытый мир, тут можно полноценно взаимодействовать с окружающей средой. Карабкаться по скалам, плавать в воде и даже парить в воздухе. Также в игре есть интересный залипательный сюжет, который будет держать напряжение во время всего игрового процесса. Ведь по ходу игры вам постоянно будут открываться новые территории, события и персонажи. Кстати, играть можно не только одному, но и в компании друзей, которые помогут с выполнением сложного задания. Разработчики Genshin Impact постоянно улучшают игру, внедряя много всего нового. Например, только что вышло обновление 2.3, где уже доступны новые персонажи. Аратаки Ито и Горо, а также классические персонажи Альбедо и Эола вернутся в молитвах. Также появилось новое оружие, гигантский босс, золотой волчий вожак, и главное событие, белая пыль и снежная тень. Это зимняя тренировка на драконьем хребте, которую проводит гильдия приключений. Лично я влюбился в этот красивый мир и с удовольствием выполняю здесь квесты. Игра доступна на различных платформах, ПК, Плейстейшн, мобильное устройство и подойдет для всех пользователей. Так что переходите по ссылке в описании и скачивайте Genshin Impact на ваше устройство прямо сейчас. Ух ты, я снова тут! Ничего себе, уже темнеет, а завтра же рыцарские турниры будут проходить. Мне срочно нужно найти ночлег, где я смогу переночевать. Думаю, в деревне я смогу найти какую-нибудь комнатку и там как следует выспаться. Только вот надо ее для начала найти. Может быть где-нибудь в этом здании? Что это за здание? Таверна. О, да, вот здесь 100% должны быть свободные места. Да, здравствуйте. Здравствуй, я хозяин этой таверны. Если хочешь снять комнату, то поднимайся наверх и выбирай. О, отлично, спасибо большое. Как быстро я нашел ночлег. Так, какую комнату выбрать? Их тут две. Ну, давайте в правую пойдем. Э, не понял? Ты кто такой? Иди отсюда, это моя комната. Э, в смысле? Я эту комнату выбрал, я здесь ночевать хотел. Не-не-не, ты видишь какой у меня меч? У меня броня есть. Я вообще-то на рыцарский турнир приехал сегодня участвовать. А ты, кто вообще такой? И зачем ты сюда пришел? Ай, меня Нубик зовут. Я тоже на рыцарский турнир пришел. Ха-ха, ты что ли на рыцарский турнир? А ты, ну бас, ты проиграешь. Я выиграю тебя. Ха, вообще легко. Давай проваливай с моей комнаты. Э-э, ну, ну и ладно. Ну и пока. Больно-то не хотелось в эту комнату заселяться. Мне и в этой хорошо. О, она даже просторнее. Фух, только блин. У него броня и меч есть. А у меня ничего вообще нету. Я никак не подготовился к этому рыцарскому турниру. Ну ладно, наверное, завтра это все решу. Найду где-нибудь все эти вещи. А пока что надо хорошенько отоспаться. Ух, все, наступил новый день наконец-то. За окном солнышко. Ой, это кто там такой? Это же тот самый чувак. Я его помню. Эй, привет, Нубик. Эй, ты что здесь делаешь? Я что здесь делаю? Это ты что здесь делаешь? Да я вот в озере купался. Водичка теплая. Хе-хе. Держи яйцо. Эй, спасибо, конечно. А ты зачем сюда пришел вообще? Да я пришел участвовать в рыцарском турнире. Хочу выиграть. Ха-ха. Выиграть? Вообще-то я тоже пришел участвовать. И я тоже планирую выиграть. О, ну значит мы с тобой будем соревноваться. Ха-ха, Нубик. Готовься. Я уже готов. И побежал на рыцарский турнир. Он уже скоро начнется. Ой, эй, стой, стой. Куда ты пошел? А, я что, опаздываю что ли? Нужно быстрее бежать на рыцарский... О, что это за лава? Э, это кто мне такой сюрприз приготовил? Ха-ха. Ну вот и попался в мою ловушку. Ты сейчас ничего не успеешь и не попадешь на рыцарский турнир. Пока, Нубас. Ха-ха. Э, это ты что ли мне ловушку сделал? Блин, он куда-то ушел. Это 100% он мне ловушку подготовил, чтобы я не успел поучаствовать в рыцарском турнире. Но я успею. Мне эта ловушка не помешает. Правда, у меня брони нету, оружие. Ладно, что-нибудь там придумаю на месте. Так, вот походу дорога на рыцарский турнир. Сейчас придем, посмотрим, что там такое интересно. О, смотрите, да, уже начинается. Уже зрители сидят. Нужно быстрее бежать туда. Да, я походу даже самый первый прибежал. Никого еще нету. Ничего себе. Давайте спросим правила вообще этого турнира. Здравствуй, рыцарь. Сегодня ты можешь поучаствовать в турнире. Пока никто не смог пройти первые два задания. Они сложны, но зато награда того стоит. А что за испытания? Первое испытание. Тебе необходимо преодолеть полосу препятствий. Затем попасть во все цели на разрушенной таверне. Не промахнувшись ни разу. А в конце сразиться на конях, на луках с личом, которого вам необходимо призвать. Вместе с волшебниками. Ага, ничего себе. О, привет, Нубас. Ты что, уже здесь, что ли? Как ты первее меня сюда пришел? Ну и ладно, я все равно первые буду проходить испытания. Ха-ха, пока. Эй, это моя очередь. Ну ладно, проходи тогда. Ха, смотри, Нубас. Сейчас с первого раза пройду вообще быстрее всех и выиграю этот турнир. Вот так вот. Раз. Два. Ха, как нефиг делать. Перепрыгиваю все это на моем коне. Ничего себе, я даже коня сюда не пригнал. Надо будет найти. Смотрите, ну он пока что нормально проходит. Вроде бы даже нигде ошибок не допустил. Так, ну ладно, я сейчас прослежу за ним, как он все будет это выполнять. И потом так же просто сделаю. Так, он встает на красную линию. Целится. И... О, попал по первой мишени. Так. И по второй тоже. Ничего себе, он меткий какой. О, там не видно. Не увидел. Попал, не попал. О, еще попал. Ничего себе. Блин, пожалуйста. О, отлично промахнулся, лошара. И эту промахнулся. Ха-ха. Ой, вообще стрелять... А, ну ладно, умеет походу. Ну, пару стрел он промахнулся, поэтому в любом случае это хорошо для меня. Надеюсь, я попаду во все мишени. Ха, ну все, сейчас я призову этого монстра. Побежду его. И все, без проблем. Ха, всего лишь-то какая-то лошадка-скелет. Без проблем сейчас расправлюсь с ней. Э, ничего себе, какой монстр. Реально лошадка-скелет и все. Она даже не атакует его. Ха, слишком легко как-то. Ну да, он справился со всеми испытаниями. А, ну босс, ну все, ты уже проиграл. Не-не-не, я не проиграл. Так, мне нужно лошадь найти, а то без лошади, я так понимаю... Опа! Смотрите, какие-то лошадки здесь стоят, походу чьи-то. Но пока что здесь хозяев нету. Я возьму золотую себе. Думаю, никто не будет против. Вот так вот отцепляем. Опа! Да, она даже не на замке, походу. Или на замке. О, все, отлично! Ребята, получилось вот эту я обратно сюда привяжу. А золотую позаимствую, так сказать, на время. Ха, все. Сейчас буду тоже проходить эти испытания. Надеюсь, пройду быстрее. Раз, два, три и... Так, не останавливаемся, не останавливаемся. Вот здесь прыгаем. Вот так. Главное не допускать ошибок. Я так понял, кто за меньший промежуток времени пройдет, тот и лучше будет. Так. Опа, сюда. А, что ну босс? Эй, не мешай мне, отстань, уйди отсюда. Берем лук из сундука и начинаем метко целиться. Встаем на красную линию. Так. Главное больше набрать баллов, чем этот мой соперник. Вот так. О, смотрите, как я иду. По-моему, вообще хорошо, еще ни одного раза не промазал. Так. Вот сюда. Вот сюда. Ух ты ж, отлично! И последнее. А, промазал. Ну ладно, у меня по-любому будет больше баллов, чем у того чувака. Призываем этого самого монстра и... О, ничего себе! Э, а почему у меня другой монстр какой-то появился? Так, ладно, стрелы. У меня нету ни брони, как ни у того чувака, ни оружия никакого. Только лук со стрелами. Ну ладно. Только странно как-то. У него была лошадь какая-то, а у меня, смотрите, какие... Эти самые слизни огненные. Ой, блин, они еще и очень мощно дерутся. Главное их не подпускать к себе. Так. Вот так. Вот так. Ха-ха, ну босс, ты проиграл. Э, это ты проиграл. Так не честно, у тебя была лошадь какая-то безобидная. А у меня слизняки эти огненные. Получайте. О, на. Ай, блин. Чего ж их так много-то? Ну ладно, я вроде бы справляюсь. Вот так, вот так. И последний. Фух, ну вроде бы пока что все нормально идет. Справился со всеми испытаниями. О, Нубик, привет. Ха, это я, твой сосед, помнишь меня? Я пришел участвовать в турнире. А че, я не опоздал? Ну не знаю, мы уже вдвоем тут с противником сражаемся. Ты, конечно, немножечко подопоздал, но там лошадь, короче, нужна для испытания. У тебя есть лошадь? Да, да, у меня есть лошадь. Я припас. У нее золотая броня. Сейчас я тебе покажу, смотри. Пойдем за мной. Пойдем посмотрим. А, и где она? Э, не понял. А где моя лошадь? Она здесь была, в золотой броне. Нет, ты не видел, Нубик? Не-не-не, я не видел никакой лошади в золотой броне. Э, кто-то украл мои лошади. Че мне делать теперь? Как мне участвовать в рыцарских испытаниях? Я так хотел. Ну не знаю, сходи с этим руководителем поговори. Возможно, он тебе подскажет что-то. Не знаю. Ну ладно, спасибо, Нубик. Сейчас я с ним поговорю. Ой, здравствуйте. Я это самое, немножечко опоздал. У меня лошади нету. Могу я участвовать? Пожалуйста. Нет, вы дисквалифицированы. До свидания. Эй, ну тогда на, поручайте яйцом, э. Дурацкий ты, как кошка. О, ты че на меня нападаешь что-ли? Отстой от меня. Отстой. Ну ладно, я щас тебя уничтожу, понятно тебе? О! Ха, ребята, вы это видели? И вы его просто дисквалифицировали. И уничтожили. Но он и дурачок, конечно. Ой, так и не поучаствовал в турнире. А так, наверное, хотел. Ладно, теперь у меня есть стейк, мотыга и парочка яичек. Ладно, я так понял, лучше с ним не драться. А то он всех уничтожит. Он очень злой и сильный. Интересно вообще, какое следующее задание. О! Э, привет, нубас. Это снова я. Хе, я тебя выиграю на следующем испытании. Слышал, уже объявили следующее испытание. Это конные бои. Мы будем сражаться на лошадях. И ты в этом испытании точно проиграешь мне. Ха, потому что у меня есть броня. А вот тебя ничего нету. Блин, ну это, это правда. Давай, пойдем, сразимся. Ну, ладно, так уж и быть. Ну, блин, а я не знаю, как его победить. Смотрите, у него броня суперкрутая. А у меня только мотыга одна и лук с стрелами. Блин, это будет, наверное, очень, очень сложно. Ну, ладно, тогда давай. Садимся на лошадь. Оп. Где будем сражаться? Где-нибудь вот здесь, да? Да-да, давай прямо здесь. Расходимся. И на счет три будем начинать сражение. Ха-ха, тебе точно конец. Ну, че, ну, бас, ты готов? Ну, вообще так-то нет. Ну, ладно, давай. Раз, два, три. Понеслась. О, тебе точно конец. Нет, это тебе конец. Правда, у меня только мотыга. Блин, у него броня очень крепкая. О, ничего себе. Ха, я его уничтожил мотыгой. Офигеть, как так-то? Э, ничего не понял. Это че за отстой? Ты как меня уничтожил? Это не честно. Нет, ты проиграл. Не-не-не, это ты проиграл вообще-то. Иди отсюда, лошара. Нет, такого не может быть. Это невозможно. Как так? Ты меня че мотыгой уничтожил? Нет. Да, я выиграл. Все, иди отсюда. Ха, лошара. Ребята, я че, выиграл что ли? Пойдемте подойдем к королю, спросим. Вау, ничего себе. Если это так, то я сейчас получу кучу золота, наверное. Ой, здравствуйте. А кто победил в этих рыцарских испытаниях? Вроде бы я. Да, Нубик, ты выиграл. Что ты желаешь в себе в награду? Я, я на самом деле очень... Ты че сюда пришел? Иди отсюда, я выиграл, ты проиграл, понял? А, ну и ладно, пока. Я это самое, золото очень сильно хочу. Очень много золота, если можно. Да, Нубик, конечно можно. Сзади меня находится сундук. Забирай оттуда все золото. О, спасибо. Ничего себе, ну-ка. Вау, офигеть, тут много золота. Да, и золотые блоки, и... Кусочки золота и слитки. То, что надо. Спасибо большое, король. Я, наверное, пойду тогда. Ха, вау, я сегодня одержал победу в этом самом рыцарском турнире. Ха, очень круто. Смотрите, тот проигравший рыцарь на меня смотрит. Завидует, что у меня очень много золота, а у него ничего нету. Ха-ха. Ладно, я сяду на мою лошадку. Ну, как на мою, на того... На лошадку того чувака, который в итоге не сыграл даже на рыцарском турнире. Потому что я у него позаимствовал лошадку. Ну, ладно, я думаю, он все равно бы проиграл. Потому что он дурачок какой-то. Ладно. На этом я буду заканчивать. Поеду домой с кучей золота. Я так рад. Так что, ребята, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А с вами был я, Нубигдак. Всем пока.